Сделано в ветке Я все эти годы немножко путаю, Жень Вот второй, третий, четвертый Для меня это, знаешь, какой-то такой сплошной абонемент на кремлевские похороны И я уже даже сейчас вот не уверен В каком году что произошло Поэтому тебе слово, только тебе Ну нет, давно у нас не было эфира Но пришлось пропустить, да Но все-таки год был предыдущий знаменательный Вот смерть Брежнева А 83-я это антроповщина Во всех ее проявлениях Ну вот в газетах Тогда ж, чего там Не спрашивали у народа, кто там будет И никого не спрашивали Вот поместили портрет антропова Но выяснилось, он очень сильно отличается от оригинала То есть портрет был лет на 20 моложе Сильно отретуширован Антропов правил бурно, но недолго И в основном из больницы Где сидел на гемодиализе На искусственных почках Но об этом никто не знал Это потом уже вскрылись подробности Год начался с чего Еще в конце 82-го резко увеличили зарплату милиции Вот если в 70-е годы патрульный Обычный рядовой милиционер получал всего лишь 75 рублей И работа считалась непрестижной То в 82-м Ну сделали у милиционера 170 А какой-нибудь лейтенант Уже получал за 200 рублей Вот немного поменяли форму Вели эти белые фуражи И очень кстати поменяли название НРИ И то есть были желто-синие милицейские УАЗИ Кто помнит в ИРВИ ходили Они назывались ПМГ Передвижная милиция Группа А в 83-м стали называться ПА Официально патрульный автомобиль А исходя из событий Последующих Люди стали называть парня Андропова А почему? А потому что вот Началось с чего? Что сидите, вы смотрите ИНО, например В кинотеатре Вдруг посреди сеанса Включается свет ИНО останавливается И входят вот эти ребята ПА И говорят А что это вы собственно В рабочее время Всем документы предъявить Почему в рабочее время Вы здесь сидите То же самое Там народ тихо-мирно парится В центральной бане Там появилась первая сауна В городе И вот так же входят эти парни Андроповые И говорят А почему это в бане? А ну быстро за документами Граждане, тунеядцы, алкоголики Граждане, тунеядцы, алкоголики Да то же самое Что значит алкоголе в магазинах То есть ты приходишь в магазин Особенно в тот самый винный отдел Он же отдельно Помнишь, когда был Где-нибудь рядом с магазинчиком Там тоже стоят ребята И говорят Ага, документики Где работаете? Почему Находите здесь в рабочее время? Это даже я как-то один раз вот имел Но у меня был свободный Свободный график Тогда так, кстати Я служил в армии Соответственно у меня там была Возможность выхода входа То есть армию они не трогали А так проверки эти шли А я вот служил в этих парнях Андропова В чине старшего лейтенанта Правда в службе охраны леса Но как-то шинель меня спасала Хотя Уже в конце года Этот беспредел отменили А вину за перегибы свалили На нового министра МВД Федорчука Который хоть и пришел Из смежной структуры Из АГБ Но тем не менее оказался виноват Ну и сразу же Тут же появились люди Вот видимо И с кладами сталинисты Вот я помню Где-то в утре по-моему Какой-то дед такой Не знаю Им он там был Он при Сталине Нетрудно предположить Он там Уже изрядно выпив Он стучал Он по столу И там вот надо Навести порядок Наконец-то То есть Ждали Жоз у руку Но первая Первая у нас Последняя история Жоз у рука Оказалась Не столь загребущей И быстро Сошла на нет Вот А в принципе Даже были плюсы В этой андроповщине Потому что Вот с одной стороны Конечно были Жут и перегибы Вот Ловили этих Несчастных бабок На улицах Которые вязали Рукович И там носоч И вот их тащили Там целая Туча следователей Там АБХСС ФБХСС Был такой отдел По борьбе с хищениями Соцсобственности И они этих бабок Часами там Гнобили Допрашивали Протоколы Почему борьба С нетрудовыми доходами Оказалось И когда я В это время Я строил дачу И я Привез на лесовозе И это доски Вывалил То тут же подбежал Занудного вида Это ойстариан И записал номер автомобиля Собственно Почему я В рабочее время Вот злоупотребляю Эта машина Из какого-то лесхоза Вот Приехала И тут Хотя все было оплачено Но тем не менее Вот Сколыхнулась Муть С одна Которая при Брежневе Все-таки Жила более-менее мирно Но это всегда В любые Это клизмы Эта муть Я думаю Что всплывает Ну А плюсы были в чем Что Появился Ой Ой Дефицит Видимо Начали шерстить торговлю И такого Беспредела Ты имеешься Появился на прилавках То есть Появился Дефицит Как таковой-то Появился раньше А вернулся на прилавки Например Появились фотоаппараты Типа Зенит Или ИФ Это солидные Камеры Зенит Зеркальные Вот Которые было не купить В принципе А тут вот даже Где-то в ЦУМе Где-то там В Старом Униермаге Вдруг смотрю фотоаппараты Хорошие проигрыватели Тур 006 Появились Свободные продажи В Ирове Потому что Вот видимо Прижали А раньше ездили В город Ленинград За ними Нет Ну они были в Кирове Просто нужно было знать Кому подойти Да Да Вот Таким только образом Среди своих Вот Год Вот сегодняшняя погода Это Ой серый Серый год Ой ты холодный Ну не совсем голодный еще Хотя Конечно Основное блюдо Это праздничное Это по-прежнему Курица На бан С солью В духовке Вот Но куры еще были Да Ну может и веселые Средняя зарплата У нас в СССР Была 165 рублей 75 В месяц Вот я замечу У меня побольше Было на службе Государевой стипендия Студента Была 40 Ну это первоначальная Была Да Ну потом 55 Уже в хороших вузах А повышенная стипендия 75 рублей Ленинские Всевозможные Это даже было на 5 рублей Больше зарплаты Уборщицы Потому что Минимальная зарплата Была 70 рублей 70 рублей Ну медсестра вот так же Получала 70 рублей Старшая Медсестра 90 Врач 115 120 рублей Им Уже тогда Разрешали работать На полторы Две ставки Ну естественно Стал падать И Престиж Профессии Учитель Потому что Зарплаты Уже Вот Восьмидесятые годы Они значительно Ниже средних Были Чем В семидесятые Ну Голод Вот я Ну что там Вспомнить Что-то ведь Где-то доставали Вот в Ире Эталонов В восемьдесят третьем Еще не было Хотя Там В Самаре Челябинск Их вели Уже в этом году В начале Ну дефицит Ощущался На разное Тогда только не Самара Была А Куйбышев 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 Да Куйбышев Большие города Ну Вот Архангельск Был беднейший Город Уже в ту пору Ну были перебои С мылом С стиральным порошком Они и раньше Были и прибрежные Я не знаю Почему Были там Временами Это не сильно Табак исчезал Еще Ур и Сэндхенд Не продавали Мишками бабки Но Не было Чай пропадал Вот точно так же Вот Рыбой номер один По потреблению В СССР Стал ментай То есть Селедка Иваси Она почему-то Плавно стала Сходить на нет Видимо выловили Ну Селедка Иваси Она же Как у тебя Сказать Так волнами Она там Прошла У берегов Ушла Куда-то Косяк ушел Поэтому магазин Я опять же говоря Помню как прекрасно Называли ментай Когда продавался Помнишь спинки ментай Гермилец народный Да Спинки мента Назывались Они еще Мимохода Магазина Иан Вот там В принципе Сервы были И вот эти Огромные плиты Мороженого ментая Их просто Девушки Продавщицы Ломали Еще была ментай Сардинелла Была С таврида Вот эти вот такие Дешевые рыбы Мойва Ну и мельче Там уже Понятно что Килька никуда не делась Килька была Причем Что интересно Это сразу Видимо не афишировались Потому что у нас В институте был Такой предмет Звероводства На факультете охотоведения И был учебник 66 года Там было написано Что При ромлении Клеточных зверей Рыбой Ментам И путасу У них развивается Мало ровия Поэтому необходимо Под форм Гематогеном А людям Это не говорил В принципе Пусть там Ну Там Сказал Один верлибровец Пуэт уже Нынче почивший Вася Имшанов Питаемся Ментаемся Да Хорошая стоочка У него была Да Из 83 Пошло Но зато И плюсы были Вот стоило 5 рублей 50 Напомню Что при Брежневе 362 4 12 Стоило 552 5 30 Без посуды А в 83 Появилась Дешевая Вот По 4 70 И андроповка Назвали Тут же Да Помните Это зеленая Белозеленая И противнейший вкус Ой И говорили Что ее гнали Из нефти Но вот Судя по запаху Ацетоновым Это было Все таки Опилки По моему были Похоже Но по суде Ацетону Год отметился Значительной Техногенной Этастрофой Это конечно Еще не Чернобыль Но Тогда вот В принципе Все замалчивали Сейчас бы знали Все детали Вчера этот Погорел у нас Авианосец Кузя Весь интернет Все в деталях А в 83 Вм году Возле Ульяновска На Волге Пароход Александр Суворов Резался в пролет Моста По которому Шел товарный поезд Почему то он пошел Не в тот пролет Где Было предназначено Ниже И не хватило Вот верхнюю палубу Теплохода Срезало полностью Снесло Мало того На пароход Из вагонов Посыпались бревна Уголь и зерно Погибло официально 176 человек А Неофициально Говорили О ЛА-600 Вот в прессе Сообщений Не было Вообще Вообще Никаких Да Только слухи доходили Что вот да Пароход плывет По Волге Да Ну и вторая Катастрофа года Это конечно То что сбили Южный рейс И Боинг 747 Возле Сахалина Вот Сбил его совет Истребитель За нарушение Вздушного пространства Погибло 269 Человек Этот Лумбис И самолет В этом же году Разбился У Ла-Мадрида И тоже погибло 181 человек Из 192 Надо же Кому-то повезло Ну а про рейс Боинг Конечно Тоже много Всего интересного И писали И говорили Что это И шпион И специально засланный И людей Что это провокация Не было Уже в недавней истории Что там уже Чуть ли не трупы Заготовлены СССР Все отрицал Но все И вот потом Пришлось Ну опять же Очень мало информации Было об этом В основном Конечно Из голосов Голоса ловили активно В то время Техника уже позволяла Более-менее Приличный прием Вести И Би-Би-Си И Голос Америки И Немецкой волны Поэтому Как бы Только оттуда Информация Более-менее получалась Хотя бы Я вот не сказал Что уж Такое было Мрачное явление В средствах Массовой информации Ну конечно Там газету Правду Вынуждали Там Выписывать Коммунисты Должны были Выписывать И это Эти серые Скучные газеты Но тем не менее В этом же Прекрасное издание Та же литературка Если вспомнить Литературная была Но обычно Начинали читать С последней страницы А вот Кто сейчас помнит Почти что Европейское издание Что в 83-м году Начала входить Цветная газета Не похожая Вообще И прежняя газета Называлась она Собеседник В Ирове Невозможно было Упить Собеседник Вот Расходился Из-под полы В Союз Печати Вот Это была Предтеча После Уже попозже Немного При Горбачеве Возникла передача Телевизионная Взгляд Известная А вот Собеседник Это был Такой Взгляд На бумаге Да Расхватывали Вот Поэтому Один раз Я Честно говоря Даже Опубликовался И Страшно Гордился В этом Собеседнике Напечатали На целую полосу Мою статью Про цыган Которые Приехали Под Новаяц Стали Табором И вот Сдуру Меня с фотографом Понесло В этот Табор Но Это все Завершилось Хорошо Даже нам Позволили Фотографировать И потом Взяли Статью Собеседник Еще Ровесник Такой Был журнал Молодежный Где начали Печатать Артемия Троиц В антологию Битлз Которую Множили Вот на этих О чем мы говорили Множительный аппарат РМ И Эра И Даже Перефотографировали Даже Вот В виде фото Версии Выходило Все это Ну ладно Ладно В целом Посмотрим Что у нас Было в мире В мире Было много В принципе Всего Забавного Интересного Не только Войны Например 83 Год Считается Годом Рождения Интернета Именно В 83 Это РПанет Меняет Основной Протокол Что привело К появлению Современного Интернета Интересно Да Вот Люди Чтобы Если вспомнить Что в Советском Союзе В это время Там Самая быстрая Витсвязь Была Телеграмма Ну и Телефон Международняя Которую Нужно было Заказывать Заранее Телетайп И телетайп Который В квартире Телетайпов Не было Они только Были в крупных Организациях То там Уже Во-первых Появился Интернет Как таковой Начал Появляться Кстати В этом же году Появилась Первая версия Программа Майкрософт Майкрософт В 83-м году Да Когда мы Еще не знали Собственно Что такое Компьютер Персональный Да И вышел Первый IBM PCXT Ну интересно У нас даже Не подозревали У нас даже Не было Слово Такой темы Ну вот Еще Было Событие Которое В принципе Добило Советскую Экономику Это Организация Страна Спортеров Нефти Впервые Согласилась Уменьшить Цены На нефть На сырую Нефть С 34 До 19 Долларов Забарила Представьте 19 Долларов Да Вот Времена Были С 34 До 19 То есть Практически В два раза Это на самом деле Был очень сильный Удар по экономике Советской Президент Рейган Ввел запрет Трубопроводов Вот А Нобелес Премия мира В 83 Году Вот Не поверите Кому Была Присуждена Ну тоже Конечно Все это Выглядело Довольно Странно Особенно В СССР Лидеру Польского Профсоюза Солидарности Леху Валенси Насчет Рейгана Ведь смотри Вот я Просто специально Посмотрел Рейган Именно в 83 Году Причем 8 марта Впервые Назвал Советский Союз Империей Зла 8 марта Легко запомнить Потому что Международный Женский День Такой Подарочек Ну Формально С 83 Года Существует СПИД То есть Американцы Исследователи Национального Института Рака И Парижского Пастеровского Института Вот совместно Выделили Вирус Который Вызывает СПИД Назвали ВИЧ-инфекцией Вирус До сих пор Непонятно Откуда Это взялось Одна версия Что мутировал Какой-то Обычный Вирус А вторая Версия Что Из Секретных Пробир Сбежал Какой-то Специально Выведенный Ну Опять же Не знаю У нас Показывали Или нет Наверное Если у нас Зарубежную Эстраду То по телевизору В Новый год Да и то После часа А именно В 83 Году Майл Джессон Впервые Продемонстрировал Свою знаменитую Лунную походку Это вышел клип У него триллер Длиннющий клип Такой Ты знаешь Самое интересное Что Целиком его В советском телевидении Не показывали Но В программе Типа Международная панорама Там в конце Всегда было Немножко по культуре И там показали Маленькую Врезочку И вот как раз Вот эту походочку Его показали Это я помню Я даже не понял Зачем ее показывают Потому что музыка Была очень плохо слышна Просто показали Что сейчас там Все там Соединенные Штаты И все бросились И бросились И бросились Подражали То есть вот какой-то Коротенький Такой отрывочек 30 секунд И показали Еще не знали Видимо потом Но вот впервые Еще юный Юный Джессон Вот А в Англии Фирмы Сони Филлипс И Полидрам Предложили На суд Публи И Пареирователь К нему Даже тут В России Трудно было Представить За винилом Выстраивались Огромные очереди В магазин Мелодия Правдами И неправдами Проходила информация Что мелодию Завезли Пластин И Больше Деньги на карман Бежишь туда Пораньше до открытия И уже очередь Стояла на крылечке И потом Такой знаешь Если в винных магазинах Дозировали вход По 5-10 человек То здесь просто Валом забегали И становилось Сразу непонятно Кто за кем и куда И таким образом Можно было При ловкости Определенные движения Оказаться Вообще у прилавка И много что схватить Это я помню Прекрасно На Ленина магазин Там очередь стояла С утра И до Энгельса Наверное В такие большие Не попадал Ну так вот Там была героичность За все И звали ее Нина Главная Весь город Все меломаны Знали И поэтому Она все И пыталась Хотя бы По 10 человек Отрезать И там Кричали Больше Двух И не давать Печатали И зачем Бились Вот это Советский биджист За Пугачевой Ну Пугачева Гремела Тогда Что-то там Было дисково-попсовое Нет Ну во первых Часто очень демократы были То есть вот эти вот Польские Чешские Пластинки Тем не менее Сиди диск И даже бы В мелодии любого Спроси там Продавца Ромдольд Шварценеггер Стал гражданином США Всего лишь в 83-м году В этом же году Тайвань Стал превращаться В настоящего Эномичес Эво Тигр Новое индустриальное государство Ну а В Пиене и Шанхая Единственным личным средством Оставался велосипед В 83-м году Ну тогда да Тогда эти два Китая Были очень разными На самом деле Как бы такой Высокоразвитый Капиталистический Империя зла Конечно было Обидное Название Но тем не менее Вот эти слова Рейгана Они Поимели резонанс Во всем мире Тем более что В ответ там На увеличение чего-то С той стороны В этом же году Андропов объявил Об увеличении числа Раэт Размещенных на Они разместили В Европе Першинги Першинги А в ответ Андропов на подводных лот Раэт И все И туда ближе И поэтому Мир волновался И даже вот Десятилетняя Американская девочка Звали ее Саманта Смит Это помнит Такое Она написала Письмо Андропову С вопросом Вы собираетесь Начать войну Или нет Письмо Опубликовали В газете Парауда Да Это я тоже помню Что ты Что в школах делалась Ты что Американская девочка Саманта Смит Друг Советского Союза Она же потом приехала Которая В этом же году Да Да Пригласили в СССР Вот тогда Объяснили Совет И народ борется За мир Во всем мире Чтобы она Рассказала Своим Соотечественникам В мире Она побывала В Ленинграде Орды Но Сандропову Он болел Видимо И не встретилась Вот Чем-то плохо История Закончилась А там Саманта Смит Как-то Она в загадочных Погибла Довольно-таки Молодой То ли В какой-то Авиа То ли в авиа То ли в автокатастрофе Очень загадочная история Ну в принципе Вот когда пишут Об этих двух девочках Потом на встречу Туда в Америку Поехала Советская девочка Ну в 83-м Это имя Гремела Это все любого Спроси Там Саманта Смит Она была Так же популярна Наша вторая женщина Осмонавт Светлана Савиц Которая Казалась Осмосе В этом же 83-м году Вот я еще Хочу отметить Совершенно Нынче Незаслуженно Забытого Человека Фамилия Его была Петров А звание Было Подпол Который В принципе Сделал то Благодаря Может быть Чему мы сидим Вот и сегодня Вещаем в эфире То есть Предотвратил Потенциальную Ядерную войну Вот Из-за Сбоя В системе Предупреждения О ретном Нападении Поступило Ложное сообщение О ретной Атаке Со стороны США И Вот он По уставу Он должен был Нажать кнопку Да И запустить ответ Вот представьте Что бы было И он тем не менее Не стал это делать Это вот имя Оно И тогда это не афишировалось Тогда это просто Не афишировалось В последнее время Я несколько раз видел С ним интервью По-моему Даже одно и то же Появляется в разных источниках Где он просто Вот рассказывает Всю эту историю Но Понимаешь Как бы Это вот на самом деле Действительный человек Который спас мир Он как бы На самом деле Недостоин Вот я и сказал Что мы сидим И вещаем сегодня Ну еще был такой здоровый Бородатый мужик Скончался он тоже В 83-м Звали его Порфирий Иванов Порфирий Иванов Он ходил Голый по улицам Собородной Обливался В трусах Конечно Обливался Водой Там Но тем не менее Вечно жить не стал До сих пор Не знаю Есть ли сейчас Есть Есть Последователи Порфирия Корнеевича Остались Это для своего рода Уже стала такая Даже я бы сказал Религия определенного рода Там есть какой-то Святой Чувилкин Бугор Там надо туда явиться Что-то там Ну в общем Это очень сложно Но последователи Есть люди Которые на самом деле Закаляют по его системе Вот кстати Заповеди у него Как закалять А заметь У нас регулярно Религии Всплывают В нашей стране Ну раз в десятилетия Вот Если в 80-е Там был Порфирий Иванов Где-то в 90-е Появился этот Магре со своими Дольменами Там Этими Звенящими эдрами И тоже ведь Целая религия Целая религия Я даже Знаю одного местного Вятского олигарха Который был Ярый приверженец Который там Звенящих кедров Да-да-да По гектару земли Раздавал под эти доми Из навоза И соломы Не знаю сейчас О той религии Ну Я вот и По Порфирию Тайванов Есть у нас В городе Кто-то Раньше ведь ходил Часто какой-то Георгий Павлович Безяев Был у нас Да Спортсмен он Ходил в сеточки Георгий Павлович Безяев Не ходил в сеточки Это другой ходил Он дядечка А Георгий Павлович Безяев Был такой идейный Последователь А-да-да-да Вот Порфирия Иванова И там была Определенная группа людей Которые вот с ним общались Вот эти идеи пропагандировали Ну Еще упомяну Что вот министр Был новый Федорчук Которого свалили Все эти перегибы А в этом же В 83-м Предыдущий министр Внутренних дел Лишившийся Высокого поста Выгнанный в отстав Вынужденный Компенсировать Огромное недостачу Ну и огромное На фоне Нынешних Когда у полковни Там Квартиры забитые Деньгами Это и от детской Шалости Аж целых два Холодильника Вот она дача В ГЧП Ну Были недостачи Тем не менее Вот Видимо Задергали Что Целый министр Облачившись В парадно-выходной Мундир генерала Армии И домашние Шлепанцы Покончил с собой Жень Перерыв полторы минутки Перерыв полторы минутки Сделано в ветке Продолжаем программу Сделано в ветке Мы сегодня С Евгением Петуниным Краеведом Историком Руководителем Музея Авиатского Госуниверситета Путешествуем В 1983 году Поговорили о том Что происходит в мире Вроде бы Все сказали Нет Еще что-то осталось Да достаточно Можно тут долго Но я Основные вехи Вернуться на родную землю Вернемся в Иров Вот я обычно Всегда говорю Что в каком-то году Построено Что создано Что у нас Эпохального было Я не рылся По 1983 Видимо Махнули рукой На нашу провинцию Ну формально Вот ничего Если еще недавно Открывались там Заводы огромные Типа там завод Будущий Веста Еще что-то Не В 1983 Сплошное затишение Единственное Где у нас Что-то бурно строилось Это появилось Такое движение В 1983 Это был хит года Из-за жилищного кризиса Разрешили создавать Молодежные Жилищные Реоперативы МЖА МЖА Да И у нас В Ирове Появилось два То есть МЖА Был Красный Агор Это вот Нынче Перед выездом В сторону метра И МЖА Центр Вот туда Мог прийти Любой Устроиться Или даже Работать Где-то На основном месте И ходить Выполнять Это там Обязанности Грущи Разнорабочего И в итоге Все равно Гарантированно Он там Через Два-три Года Он получал Партиру Вот Особенно Молодежь Ломанулась Прямо туда Был конкурс Причем Особенно Вот Красный Гор Там довольно Жестко Было За Любые Прогулы Пьянства Могли Очередь перенести Очистить Тем не менее Тысячи людей Получили Партиру Пусть эти дома Были плохо Пусть эти дома Были примитивные Панельные Но тем не менее Они вот Молодежи Они создали Свою Какую-то Отдельную Культуру Но сейчас Наверное Все это Перемешалось Уже МЖ Овцев Там Может быть Не 100% Живет Но тем не менее Вот огромный На крайне города Вырос район Еще интереснее Был МЖ Центр Где Не стали Это раньше Делали Тупо Застраивать Центр Обычными Панельными Домами Или Строить Старый Исторический Застрой И это Нелепое здание Типа Этой Телефонной Станции Которую А МЖ Центр Они стали Подгонять Дома Под исторические И это Особенности Малая Аташная Застрой Это Вот Если взять От свободы Отдаления На театра Мир Там сейчас Велепные Образцы Отворения Устарели И до сих пор И в наше время И люди живут И радуются Что получили Хорошее жилье Вот поработали И получили Да Вот я Это и встречался С одним из Руководителей И Он говорил Что вот Очень жаль Что Строяр Организация МЖ Распалась Вот Если бы Красная Гор Она гремела Бы не только На весь Иров Это было бы Может быть Явление Вообще Общероссийского Масштаба Они вообще Называли Свой Район Усочи Иммунизма Ну а потом Началось Разорвались Все связи Резко Выросла Стоимость Стройматериалов Вот Невозможно Было Были Объективные Причины Тем не менее У меня Приятель Сходил Походил Где-то Там были Залиты Подвалы Их-то Строящихся Крупусов Водой И вот Он неделю Герейчес Эту воду Вычерпывал Из подвала И сказал А ну его Дальше Не буду я Не стоит Она того Ну не все Выдерживали Вот я говорил Что плюсы Вандроповщины Были Появился Дефицит Появилось Много чего Вот в частности В марте Замечу Холодный Был Март 83 Года Первого Марта Ударили Морозы 30 Градусные Вот было Явление И в один Из холодных Дней В Иреве В ЦУМе Вынули Отушечные Магнитофоны Нота 203 Это были Вертиальные Это Нестоячие Магнитофоны Напомню Отушечные Раньше Были В основном Лежачие Они уже устарели Вот И Нота Стоила 200 Рублей А Олимпы Которые У нас Производил Завод Лепси Стоили 1350 Рублей Вариант За 200 В принципе Звучали Очень неплохо Поэтому Там Смели И отдел И прилавы Эти ноты Расхватали Они появились В городе И Продавали Вертушки Вот В ту пору Почему-то Из Польши Было Такое Нашествие С Проигрывателем Унитро Веги 106 Поэтому Народ Попроще У Эво Роман Там Позволял Был Комплект Вот эта Нота И Унитро А то уже Пожертвовать Побольше Была Высшего Класса Там Магнитофон Олимп И вообще 83 Это пик Наверное Магнитной Записи То есть Все получили Доступные Магнитофоны И Да Спрос был На Ленту На больших Бобинах 500 метровых Все Записывали Записывали На 19 скорости Писали на Олимпах Поэтому Там 500 метров Это не меньше Официально Конечно Эстрада Была Довольно Унылая Вот От выстав И до выстав И в той же Мелодии Пылились Пластин Из Зыной Обзоном И Не говорю Что это Есть Плохо Но Они Пылились По разным Причинам Опять же В 83 Году Знали ли Об этом В Ирове Образовались И группы Браво Пришла Агузарова Браво И бит Ортет Секрет И был записан Ультовый Альбом Банановые Острова Но На магнитофонах Это все Ходило Браво Появилось Агузаровой И кстати Очень многие Даже не знали Агузарова Это мужчина Или женщина Потому что там Странный Такой голос Был И никаких Комментариев Соответственно На магнитофоне Не было Потом уже Как бы узнали Что этот Странный голос Он принадлежит Именно женщине Которая тоже Довольно странная Скажем Студий Звукозаписи Не было Поэтому Таскали Эти магнитофоны Из квартиры В квартиру Были квартиры Перезаписывались Даже порой Подцепляли Если записать Что-то с пластин И то приходили Были целые Тайные Клубы в городе Где цепляли 5-6 Даже до 9 Магнитофонов Чтобы одновременно Записывать Вот быстро Писать В этом же году Конечно В 83-м На необычный Уровень популярности Благодаря своему Прежде всего Блотному Циклу Вышел Розенбаум Еще В альбоме 83-го года Были хиты У него Глухари Азачья песня Утиная охота Ну Тем не менее Интересный Розенбаум Потом он спел Со всеми С Шуфутин С им там С этим С Вилли Токарием А тогда Я помню Он давал интервью И говорил В 83-м году Не пишите меня На одну Сету На другую Сторону С этими Отщепенцами Которые уехали Куда-то там Ну видимо Потом повстречался Понял что это Не монстры А из официальной Эстрады Конечно Гремели Земляне Со своим Хитом Росмодрома Да Был такой Хит Ну Поражал Может Не столь Не смысл Не звук А именно Что громкость Вот Которая была Запредельной Для всего Что ранее Было сделано В СССР Нет Ну это вполне Была такая В стиле Рок-н-ролла Песня То есть Там была Хорошая Запузированная Гитара Синтезатор Там играл Вот это вот То есть Все звучало Современно Нормально Сам текст Собственно говоря Ну земля В иллюминаторе Начал сольную Карьеру Антонов Пугачева Была на вершине Народной Любви Пугачева В этом году Спела Миллион Миллион Это вообще Была песня На следующем Не могу не упомянуть Что Пайпс оф Пис Труп и мира А мне вот чем Запомнился еще В 83-й Я вспоминал Вспоминал И вспомнил Что оказывается По нашим телевизорам Они у всех еще были Даже цветные А большинство В Ирове смотрели Черно-белое Но был Великолепный Наш Отечественный Трехсерийный Фильм Целая драма Была Мираж По роману Джеймса Чейза Весь мир в романе Помните А попытка Захвата Банк Автомобиля В трейлере Вот Американских Этих Налетчиков Изображали Прибалтийские актеры Особенно Адамайтис Там В роли гангстера Был хорош А самое интересное Что Американский Броневик Сыграла наша Нива Я так думаю Что это Это знакомое И в принципе Вот на базе Нивы В 90-е годы Специально Да Был создан Банк Автомобиль Не знаю Там по Этому По мотивам Этого фильма Но Книга Меня Потом я Прочитал позднее Она меня Поразила Меньше Фильм был Действительное явление Ну понимаешь Тогда это было Такое очень редкое кино Как бы сняли Нам показали Их жизнь Да еще энергичная И на самом деле Там же очень Такой захватывающий Ужет Я помню Прекрасный Этот фильм И еще раз У нас Новый год Близится То великолепно Было В 83-м году И в том числе Ировчане Посмотрели Предновогодний Мультфильм А угадайте А называется Он падал Прошлогодний снег Когда Простой мужичок И попадал В историю Отправился За Ёл И наканули Маму Задание Дала Жена Женщина Строго Авторитет Вообще Там много Афоризмов Ёл Принес Третьи попытки Озвучивал Садальс Но Садальс Из титров Убрали Потому что Перед этим У него была Эта история С иностран Мультфильм Трижды хотели Запретить Но После Пластилиновой Вороны Это был Огромный Новогодний подарок Это суперфильм Которые до сих пор Сюда смотрим К нашему новому году Что-нибудь подобное Говорят Волк Без сигареты Продолжение Будут делать Ну ладно В 83-й год Вроде начали с того Что вроде год был серый Оказалось Много чего случилось И в том году Спасибо Ну что В следующий раз Встречимся В 84-м Да Мы забыли сказать Что в этом году Андропов скончался Ну Бывает Ну ладно Спасибо Жень До встречи В 84-м году Сделано в ветке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова